Привет всем, продолжаю рассказывать про модернизированный Boeing Toys X16, точнее это Motec F405S и в корпусе Boeing Toys, но он наконец прибыл, принял окончательный свой вид, сборка закончена, стало сроком провести полетные испытания настройки Voynavi я уже сделал, сейчас покажу вам какие именно, что же здесь в этом Boeing Toys изменилось внешне. Но я уже часть показывал, видите здесь сейчас сверху находится компас, не внутри как у Boeing Toys именно, а я его вывел наружу, так как этот компас немножко не то что не вмещается, не очень удобно там располагается и закрепить его практически невозможно, надо немножко подрезать корпус, а это ухудшает его жесткость, поэтому я решил вывести его наверх. Как я показывал уже здесь у меня переключатель, выведен для того чтобы бендить с передатчиком, с пультом управления, вот он у меня здесь находится, это при переключении, при переходе с одной модели на другую, также у меня здесь выведен микро-USB вход, для того чтобы подключаться к Inao к программе и вносить изменения. Вместо подвеса сейчас у меня временная FPV камера здесь находится, для того чтобы я мог следить на мониторе все выкладки данные от OSD, получаемые. Здесь у меня в ноге находится 600 милливаттный передатчик, здесь антенна 5,8 ГГц, обыкновенная, типа сосиски, только без корпуса. Можно менять в принципе другие антенны, можно здесь и клевер поставить под углом, то есть варианты есть, можно поменять передатчик, если он не устраивает, у меня три передатчика, можно оперативно менять. Здесь у меня дополнительный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, такая сборочка из двух аккумуляторов из убитого компьютерного аккумулятора. Вот они на 2,8 ампер часа емкостью. Их хватает на несколько полетов, даже на десяток полетов, для того чтобы питать приемник, и для того чтобы питать подвес. У меня подвес и приемник питаются именно вот от этого аккумулятора. Я их подключаю таким вот переходничком на один аккумулятор. Вот и они у меня питаются, то есть не используя основной аккумулятор, который идет для запитки системы. Вот аккумулятор. Передатчик подключен непосредственно к полетному контроллеру. Таким вот образом убирается вовнутрь. Точно так же как убираются и защелкиваются эти провода. Кроме того, у меня здесь есть подключение к курсовой камере или впв камеры. Здесь тоже подключаются они непосредственно к полетному контроллеру. Здесь еще выводы. Сейчас я их немножко убрал. Это провода. Разъемчик для подключения подвеса. Двухосевого подвеса. Чтобы управлять им в полете. Вот углом наклона. Ну вот такие вот основные внешние особенности. В принципе у меня все такое же есть на штатные модели. Сейчас. На штатные модели у меня здесь подвес. Вот он также регулируются наклоны. Это переключатель, который переключает режимы работы подвеса. Вот это вывод для курсовой камеры подключения. Здесь передатчик. Тоже передатчик. Также аккумулятор. Все. Вот только с той разницей, что эта модель она управляется со штатного пульта и естественно ряд ограничений в полете, которые доставляют неудобства. Это самопроизвольное возвращение. Прекращение полета. Возвращение на базу. Хотя аккумулятор еще можно... Суть по зарядке аккумулятора можно еще летать и влетать. Или наоборот, когда используешь усилитель сигнала, он садится. Садится. Не возвращается. Садится там, где летал. Бывают такие случаи, что начинает снижаться и не возвращается на базу. Надо контролировать заряд аккумулятора. К сожалению, усд. Я сюда пытался усд влепить, но что-то у меня не получилось. Если кто-то знает, как сюда подключить усд, напишите. Я буду очень-очень благодарен. Ну и так, давайте перейдем к подключению. Итак, мы вошли в ВАИНАФ. Коннектимся. Какие же здесь я установил позиции настройки. Видите, здесь у меня практически все активировано. За исключением навигации, то есть GPS спутники еще не найдены. Естественно, я нахожусь в квартире, а не на поле, не на стадионе. Ну и поехали дальше. Калибровочка у меня сделана. Есть. Здесь нет ничего, так сказать, отрицательного. Ни 40.96. Нет, нет нулей. Здесь предварительная калибровка, которая была сделана в домашних условиях. Повторную калибровку буду делать уже на поле. Заходим в микшер. В микшере здесь необходимо выставить вот серво микшер. Значит, как оно делается. Сейчас я его удалю, потом покажу. Вот сюда заходите, открываете эту позицию. Здесь серво нулевая. Вы так оставляете, не меняете ее. Во второй раскладушку открываете. Выставляете прямое управление седьмым каналом. Нажимаете, выставили ее. Все здесь. Здесь у вас появился седьмой канал, С7. Раньше я рассказывал, говорил, что необходимо будет подпаяться на сигнальную точку С7 и на точку земля ГНД. Это у нас провода управления подвесом. Вот здесь у нас появился подвес. Мы его сохраняем. Сохранили. Теперь заходим в микшер, если не ошибаюсь, еще раз. Нет. Отпут. Отпут. Заходим. Отпут. Мы видим, у нас появилась нулевая серва. То есть у нас серва активирована. Можно будет подвешивать подвес и управлять ее с пульта. Здесь есть нюанс. Из правил ошибки у меня было 12 магнитов. Ну, хотя это, в принципе, раздел этот Вайнави, он особо не влияет. Ну, чем черт не шутит, было у меня стояло 12 магнитов. Что-то где-то я услышал, что на этих моторах по 12 магнитов. Пришлось разобрать, посчитать, ничего подобного. 14. Выставил 14 магнитов. Здесь у меня стоит Dishot 600. Первоначально, когда я собрал только дрон и начал проверять, у меня на Dishot 600 страшнейшая была вибрация. У меня этот корпус прыгал вместе с моторами, так что я думал, взлетит без винтов. Пришлось экспериментировать. Пришлось сначала Dishot 150. Вроде бы пропали. Пропала эта вибрация сильнейшая. Потом опять вернулся на Dishot 600. Все нормально, никакой вибрации нет. Что это было, не знаю. Но несколько раз пробовал. Была такая страшнейшая. Газу чуть добавляешь, и он дребезжит, тарахтит. Так что вот-вот-вот развалится. Но это уже отступление. Поехали дальше. Презент я не использовал по той причине, что здесь в Vainavi 2.6 исчезли позиции для 10-дюймовых и 9-дюймовых тронов. Поэтому я не использовал здесь эту вкладку. Переходим в порт. UART 1 я поменял частоту на 115-200. На UART 2 у нас по умолчанию RX-приемник. На UART 3, как написано в мануале Moteco на F405 SE, и выставил ARC Tramp. Что оно мне даст, не знаю. Может для того, чтобы свисток пищал, слышно было. Потому что до этого у меня не слышно было. Выставил, вроде пищит. Смарт-портом я не пользуюсь. На UART 5 я выставил GPS, открыл, активировал его. В общем, такие вот здесь настройки. Если кто-то будет по моему варианту идти, пожалуйста, используйте. У кого-то другие варианты. Значит, экспериментируйте. Потому что я экспериментировал. Заходим в конфигурацию. Здесь я оставил все как есть. Потому что увеличение частоты, оно приводит к некоторым сбоям в работе магнитометра. Значит, даже сейчас вот могу продемонстрировать, что получится. Если я выставлю 800, как требует от меня INAV. Значит, вот сейф. Вот и у меня начинает пищать, предупреждать меня полетник о том, что этот режим не соответствует данной комплектации. И необходимо вернуться в предыдущие настройки. У меня эта ситуация произошла с дроном в корпусе Сима Х8. И она у меня произошла на поле. При включении постоянно пищал, вот это так пищал у меня квадрокопер. Я не мог понять в чем дело. Ну, решил проигнорировать и запустить, заармить его. Он заармился, все взлетел. Но стал неуправляемым. Я покажу вам. Отказался. Я включу это видео, как его носило по всему полю. То в дом, то в деревья пытался он влететь, то в провода. Что-то не то, блин. Мне с трудом удалось его вернуть на поле. Хорошо. 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 Продолжение следует... Я так и не смог его спасти, он влетел в сеточное ограждение, перевернулся, ударился об асфальт и корпус разбился. И так разбился, что уже восстановлению не подлежит. Я его уже разобрал и выбросил. Так что теперь надо будет заказать новый корпус и уже собрать его в новом корпусе. Ну ладно, это отступление. Дальше мы смотрим, что у нас тут с сенсорами. Акселерометр у нас МПУ-6000 стоит, все нормально. HMS магнитометр определился, 58.3. Значит, барометр цифровой ДПС-310 тоже определился, все нормально. Здесь я сразу вам покажу, выставляю. Но это значение, они выставили сами, я их не выставлял. Значит, после... Они в результате... Калибровки у нас появились. А это значение я выставил сразу. Вот оно у меня конечное. 270 градусов, флип. То есть... Это в обратную сторону получается. Вот, хотя все выставлено по стрелочке. Вот такие значения. Активирован у меня GPS-модуль Ublox 7. То есть M8M у меня стоит Ublox GPS-модуль, совмещенный с магнитометром. Здесь автодетект. Можно поставить евро. Но я не вижу разницы, в принципе, если ставить евро. У меня уже здесь стоит вот евро, активировано. Все остальное здесь уже оно у меня, в принципе, не нужно. Сюда еще одна настройка, которую надо будет сделать. Для всех полетников Motec это значение 179. Хотя здесь, когда вы загрузитесь, будет 317. 317 не подходит. 179. Поэтому вот выставляете сразу здесь, меняете это значение. Вот. Ну, вот на этой вкладке все. Значит, мы переходим дальше в Hellsave. В Hellsave сразу, говорю, ставим возврат домой. Значит, и вот здесь у вас будет 200 по умолчанию. Меняйте на 50. 200 это 20 секунд. Что это значит? Когда сядет ваш квадрокоптер, если будет 200, будет 20 секунд еще у него работать моторы. Зачем это вам надо? 5 секунд вполне достаточно. Поэтому меняйте на 50. Вот в соответствии с этим значением. Единичка это 0,1 секунды. Вот 50 это у вас будет 5 секунд. Выставляете это значение и еще не беспокойтесь. Ну, на пульте, естественно, еще тоже. У меня на пятом канале, например, стоит возврат домой. И на пятом канале активировано фалсейф на пульте. Итак, пит тюнинг. Пит тюнинг. Здесь немножко, конечно, надо будет в перспективе работать. По той причине, что в корпусе 7х8 у меня летали со значениями. Они первоначально летали со значениями, которые я взял у Юлиана для 7-дюймовых коптеров. Но потом в процессе я решил вернуться к рекомендованным разработчикам Айнава вот этим значениям ПИД. Только единственное, что я вот в третьей колонке уменьшил вот эти значения до 21, до 23. И здесь я поднял с 20 до 25, до 25, а здесь поставил 20%, то есть ПИДы при увеличении газа должны уменьшаться на 20%. То есть вот значение, при котором у меня взлетает и должен удерживаться квадрокоптер, это вот 1300. 1300, я вот так изменил. Поэтому, если вас они устроят, ну вот с этой позиции надо будет еще разбираться. Я посмотрю, как он будет удерживаться при остановке. Если будет пролетать мимо, то буду уменьшать эти значения, вот эти значения. Поэтому посмотрим. Значит, пока оставил так. Тут будут такие значения. Следующая у нас вкладка. Здесь я уменьшил с 700 до 400, а здесь до 360. Здесь я поставил значение 35. Ну, а здесь все оставил такое же. Поэтому, если вас это устроит, пользуйтесь. Ну, проверю, как оно будет летать, естественно. Вот, проверю, как будет летать. Если что-то будет не так, будем менять. Но пока я выставляю эти значения. Следующие фильтры у нас, учитывая, что все-таки у меня 9-дюймовые пропеллеры. И сам он довольно-таки прилично весит, мой квадрокоптер. Значит, здесь у меня 60, тут 150. Здесь я практически не менял ничего. Тут 125. Вот. И тут такие же значения. 7, 125, 115. Ну, то есть, вот такие значения. Далее. Здесь я изменил до 1250. Тут 12, 25. И дальше здесь 5000 я изменил. Больше ничего тут не менял. Переходим в Advanced Tuning. В Advanced Tuning я выбираю круиз. Меня устраивает круиз. И сразу же здесь тоже такая историческая справка, будем, из опыта. Значит, первоначально я поставил на 7x8 значение. Ну, увеличил. Здесь у меня было 900, тут 600, тут 500, тут 300. Здесь тоже было так же. И я не смог управлять просто. Я им не смог управлять. Он дергался, то взлетал, то падал. Я никак не мог приспособиться к управлению. Он у меня совершил две жестких посадки, после которых мне приходилось там кое-что ремонтировать. Третья, при третьем полете, у меня третьей попытки, я выставил вот эти значения. Очень комфортное было управление, очень комфортный был полет. Он четко реагировал на команду удержания положения и по барометру, и по GPS. То есть, точку удерживал, я был доволен. Я считал, что все, так сказать, ухватил бога за бороду. Ну, и решил, что можно, так как он по удержанию, летает по GPS, четко удерживает высоту, все, местоположение. Я, значит, в случае чего, я переключаюсь в режим GPS, и все будет окей, я буду безопасен. Но не то-то было. Ну, я выставил здесь 800, тут 600, тут так 500 и было. Здесь 300 поставил, опять же. Вот, все, ну, думаю, все. Вышел на стадион, ну, и, во-первых, я проигнорировал сигнал самого полетника о том, что выставленные позиции, они не соответствуют данной конфигурации дрона. Вот, запустил, и что же я наблюдал? А наблюдал то, что я вам уже показал. Вот, то есть привело к рэшу и, то есть, к аварии, к падению, к тому, что корпус разбит. Ну, дрона-то, в принципе, содержимое целое, но корпус разбит. Ну, не так дорого, конечно, 16 долларов – это небольшие деньги. Ну, подождем, придет, соберем, будем опять испытывать в том корпусе. Пока испытываем в корпусе, будем, то есть, поехали дальше. Здесь у меня режим, соответственно, чтобы стик в среднем положении удерживал заданные параметры, то есть, чтобы он удерживал высоту и летал на данной высоте, то есть, среднее положение для средних значений газа. Вот, тут 30 метров для возврата домой. Здесь все, практически, я здесь ничего не изменял. Как по умолчанию вывод, так и оставил. Сюда я не вмешивался. Я никому не советую. Поэтому пропускаем программирование. Я там ничего не делал. Заходим. Приемник. Здесь у меня Айбас. Тут Айбас только выставил. И выставил. РССИА на восьмом канале. Сейчас покажу. Что у нас. Видите, у меня тут кресло сломалось, скрипит. Поэтому вы еще наблюдаете скрип. Вот, необходимо варить его теперь. Такие вот у нас стулья офисные, к сожалению. Вот. Включил я приемник. И выведет на всем канале у меня РССИА. Почему? Значит, у меня восемь каналов. Я использую вот шестой, пожалуйста. Это Армит. Значит, у меня на пятом канале два переключателя. Это переключатель SWB и SWC. Значит, трехпозиционный. Раз, два, три. Вот он. Раз, два и три. Вот позиции. И двухдиапазонный. Позиционный. Вот он. То есть, я его использую для чего? Это у нас положение. Просто удержание по высоте. Вот, по бара. А вот это удержание по спутнику и бара. То есть, удержание точки. Полет по GPS. Вот. А это возврат домой. Когда нажимаю этот же он, у меня возвращается. Да, получает команду, возвращается домой. Ну, и не проверял практически, не было возможности. Постараюсь проверить. Но только не в городской черте. Потому что в городской черте это опасно. Когда выйду в поле, за город, вот там буду проверять. Возврат домой, фалсейф. То есть, вот эти все режимы. Вот. Очень удобно. Почему у меня вот эти режимы есть? Потому что пульт прошит на 14 каналов. Он у меня прошит. Вот. Все, что здесь есть. 14 каналов, которые заложены. Поэтому можно с этим пультом после прошивки использовать приемники, позволяющие работать в 14-канальном режиме. Если у вас есть что на эти 14 каналов, конечно, повесить. А я думаю, будет 14 каналов, будет что повесить. Поэтому вот. Первые четыре у меня стики. Вот они и работают все. Все нормально. Проблем никаких нет. Работает у меня управление подвесом на седьмом канале. Так что здесь все хорошо. Я не выключаю пульт. Мы сейчас переходим с вами во вкладку MODES. И здесь что у меня. Вот ARM. Армится у меня, сами вы видите, в самом конце. В самом конце, чтобы не мешало при настройках. Когда в положении с ARM необходимо оттримировать или калибровать магнитометр. Вот он у меня здесь. Когда все готово, ARM и вот он у меня ARMится. Поэтому тут я его выключаю, чтобы, не дай бог, не закрутились винты. Все может быть. Вот. Энджел у меня на пятом канале. Он постоянно включенный. Видите, включено всю ширину. Можно, конечно, подключить. Но какой смысл. Вот пусть будет. Дальше у меня тут ничего нет. Нафельдхолд. Он у меня на трехдиапазоннике. Вот он на второй средний режим. Вот видите, он подключается. То есть это по барометру. Полет уже удержания высоты. По барометру. Значит, и нафтпосхолд. То есть удержание точки. Он у меня вот в этом в третьем положении. Вот удержание в точке. Значит, и следующий снафртх. Это опять же у меня на пятом канале. Вот. Я переключаю. И полетел, полетел, полетел домой. Как это будет практически, я вам говорю, я не видел. Не пробовал. Попробую. Попробую. Вам покажу. Вот как оно будет летать. Пока все это дело возвращаем. Идем дальше. Что у нас тут есть еще? Феллсейф. Опять же на пятом канале. Феллсейф. Вот сейчас он отключен. Потому что включены другие режимы. Вот. Феллсейф. Зачем? Чтобы я включал. Хотя все выключено. Вот у меня все выключено. Но феллсейф не включен. А вот теперь я отключаю. Выключаю питание аппарата. И включается феллсейф. Все. Сигнал у меня. То есть прием. Передатчик у меня обесточен. Сигналов на приемник не поступает. Автоматически выключается режим феллсейф на пятом канале. И дрон набрал высоту и полетел. Полетел до дому. То есть до места взлета. В общем. Вот. Включил. Поддал сигнал. Феллсейф остановился. Феллсейф у меня включается через секунду. Кстати. Да. Я забыл сказать вам. Что феллсейф у меня включается. Опять же. Вот здесь. Вот надо выставить. Ну. То время, которое вам надо. Если полсекунды для того, чтобы сработало. Значит ставьте полсекунды. Я выставил секунду. Вот. Десять. Это секунда. При потере сигнала в одну секунду срабатывает феллсейф. Он разворачивается и летит обратно. Вот. Такие настроечки. Сейчас у меня. Все выключено. Я выключил. Выключил. Переходим. GPS. Смотрим. GPS видите. Работает. Работает GPS. Здесь можно найти себя. Где вы там находитесь. Если находитесь. В Африке. Пожалуйста. Ищите себя в Африке. Мне значит на другом континенте. В Европе. И угодно. Ну. Я естественно в Европе нахожусь. Поэтому. Я себя здесь нашел. Вот. Когда спутники будут найдены. У вас. Вот здесь появится. Минимальное количество. И сработает. У меня при шести спутниках срабатывает ARM 100%. Ну. Так вот. УСД. Еще что надо. Я думаю. Что вы используете. Будете УСД. Зачем тогда. Использовать. Ф405. СИ. Если. Вы не будете использовать. УСД. УСД. Будете использовать. Я здесь выставил следующие позиции. Ну. Во-первых. РССИА. Вот. Выставил. В этот угол. Перевел. Хотя. Я выставил спутники. Также. Коэффициент связи. Или уровня сигнала. От спутников. Чем меньше этот коэффициент. Значит. Тем. Лучше. Связь со спутниками. Естественно. Быстрее заармится. Ваш. Дрон. Значит. Дальше. У меня. Положение стиков. Вот. Это. Положение газа. То есть. 69%. 50%. 100%. Вот. Здесь. Вы видите. Сколько. В каком положении. У вас. Стик. Находится. Не будете. Постоянно. Смотреть. На пульт. Что там. У вас. Ну. Здесь. Вдруг. Забыли. Глянули. Посмотрели. Выровняли. Нет. Добавили. Значит. Расстояние. До дома. Я ставлю. И направление. До. Дома. Также я ставлю. Здесь. Высота. На которую я поднял дрон. Здесь. Время. Оставшееся. В полете. То есть. Насколько хватит. Заряда аккумулятора. Вот. Здесь. Общее время полета. Здесь. Скорость по GPS. Скорость по GPS. Ну. То есть. Вот. Информационная. Строка. Это. Горизонт. Здесь. У меня. Ро. Пич. Я. Ну. Не знаю. Честно. Откровенно. Как. Какая у меня будет поза. От этого. Будут здесь какие-то изменяться положения. Для того. Чтобы я потом внес изменения в настройки. Ну. Пока вот выставил. Если что. Буду экспериментировать. Здесь. У меня. Вольтаж. Аккумулятор. А здесь. Процент. Заряда. Аккумуляторов. То есть. Оставшийся. Процент. Заряда. Аккумулятора. Основной. Все. Больше. Мне ничего не надо. Больше. Зачем. Мне засорять экран. И так. Здесь. Довольно. Так. Достаточно информации. Вот. Это. Все. Я. Оставляю. Кому интересно. Вот. Пожалуйста. Можете. Перевод. Всех этих. Наименований. Без проблем. Копируйте. Вводите. В переводчик. Переводите. Узнаете. Что оно обозначает. Если вам. Такая информация нужна. Выставляете ее сюда. На ОСД. Вот. И все. По ОСД. Ну. И не только по ОСД. Я думаю. Что это. Достаточно. По этим настройкам. Кого-то интересует больше. Можно узнать больше. Смотрите. Ищите. Читайте. И так. Подготовили мы. Я подготовил. Квадрокоптер. К полетам. К первым тестированию. Как только будет погода. Как будет. Не будет дождей. Я выйду. Пока выйду на стадион. Где обычно проверяю дроны. И попытаюсь провести тестовые полеты. Но опять же. В ограниченном. Так сказать. Режиме. Усеченном. Я не буду проверять флсейф. И не буду проверять. Скорее всего. Не буду проверять возврат домой. Посмотрим. Потому что очень довольно таки проблематично. Здесь среди домов. Среди проводов. Все это делать. Тем более большое количество трансляционных вышек. Мобильной связи. Да еще и рядом находится АТС. Которая фонит. Наводит. Столько помех. Ну. В общем. Посмотрим. Поживем. Увидим. Итак. Давайте. Перейдем к полетам. Поживем. 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 Поживем.